Создавать 3D-модели для своих игр совсем не так сложно, как кажется. Сегодня я покажу простой процесс производства игровой модели от скульптинга до экспорта в Юнити. Меня зовут Арталаски, и мы начинаем сразу после рекламы. Хочешь научиться создавать крутые модели окружения и использовать их в Unreal Engine? Хочешь быть полностью готовым к работе в студии и пополнить портфолио десяткам качественных работ? На курсе 3D Pro от ArtCraft вы соберёте полноценные фрагменты игровой локации с ассетами и на 5 недель окунётесь в симулятор работы в студии. За это время вы разберёте 4 пайплайна со всеми фишками и секретами, которые автор накопил за 8 лет в геймдеве. Ваш преподаватель Александр Шаповалов, работавший артлитом в Pixel Labs и ордером на OutScape, создавал локации для Hitman 2, танки для World of Tanks и хайп-поли для Overkill's The Walking Dead. Каждую вашу работу в портфолио преподаватель утверждает лично. Вас научит не только создавать модели, но и презентовать их, чтобы попасть на курс, вам предстоит посмотреть пробный урок и выполнить вступительное задание. Все ссылочки в описании. Доброго временюток, друзья, и я тут уже начал лепить модельку манекена по вот этому замечательному концепту. Позже я сделаю с ним всё необходимое, чтобы эта моделька попала в игровой движок, а конкретно в юнити. Я сделаю ему ретопологию, разверну её словно оригами и покрашу в простом муляжном стиле. Возможно, многие бы начали с лоупольной модели, которую затем детализировали в зибрыши. Но мне по душе именно лепить, поэтому я с самого начала всё стал делать именно здесь. А лоуполька будет создана уже после того, как я закончу скульпт. Впрочем, не буду вас отвлекать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 После скульпта нужно создать лоупольный мэш, который мы будем пихать в игру. Для этого я использую программу 3D Code, но сойдёт и Blender, или Maya, да и 3D Max тоже. Процесс довольно рутинный, поэтому на фоне я включил себе фильм и под чашечку горячего чая стал ретопать. Вот что, Оливер, отведи Джека в другую комнату, мне нужны папки. Тебя ведь достанут, знаешь? Да, Джек уже говорил мне это. Должен сказать, что асимметрия очень сильно прибавляет работы, зачастую в два раза. Например, это два почти одинаковых бревна, но симметрично отретопать их я не смогу. По-хорошему, надо было оставить их ровными и симметричными, а подвинуть и повернуть их уже в самом движке. Но, к счастью, стандартные примитивные формы можно ретопать куда быстрее, используя уже готовые примитивы. Ручной я ретопал бы эту стойку минут 10-15, а так за минуту. Как вы уже, наверное, заметили, я ретопаю эти части отдельно, чтобы они не перекрывали друг друга и не мешали. А вот запекать я их буду уже в сборе. Но перед запеканием нужно сделать UV-развертку, благо в 3D Code она делается очень легко и очень быстро. Процесс создания UV-развертки довольно прост, тем более для такой лёгкой модели. На персонажах обычно это занимает куда больше времени, но и здесь всё сделано быстро. Для запекания я буду использовать Marmoset Toolbag. На мой взгляд, это лучший инструмент не только для презентации моделей, но и для запекания карт нормалей. В зависимости от полигонажа и размера текстуры, а также мощности вашего ПК, процесс запекания может растянуться от 1 минуты до 1 часа. Оу, я совсем забыл объединить UV в одну текстуру. Сейчас быстренько сделаю это в 3D Max. Однако здесь стоит быть аккуратным, чтобы не сбить размеры и положение модели, иначе запекания не будет. А ещё я забыл про соломку. Самое время её добавить. Её я сделаю по принципу создания шерсти, то есть создаю лопольную заготовку, на которую просто нацеплю текстуру соломы с прозрачным фоном. Само собой, на них тоже нужно создать её развертку. Мне не нравится, как сделать автоматическую упаковку, поэтому я немного правлю её вручную, увеличивая некоторый размер наиболее важных деталей, а тех, которые будет практически не видно, я наоборот уменьшаю. Но делать это стоит очень осторожно. Всё, вот теперь можно запекать. Прошло буквально несколько секунд, и всё готово. Правда, есть маленький артефакт. Это произошло из-за немного неправильной геометрии по правилам запекания. Впрочем, это легко замазать прямо в фотошопе на карте нормалей, но чуть позже. Я не стал заморачиваться с Coloraday и картой, так как каждый материал у меня получился на отдельном участке UV-карты. Осталось всё это дело раскрасить с Abstands Painter. Я обычно начинаю с закрашивания всей модели базовыми цветами, а затем буду добавлять тени и всякие детали. Нормальные сейчас выглядят испорченными, потому что нормал-мапы запеклись под OpenGL, а в юпорте DirectX. Пожалуй, стоит это изменить. Вот так-то лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А с соломкой снова придётся повозиться. Поправить нормально в фотошопе и там же отрисовать саму текстуру и альфа-канал. Для реалистичного стиля это заняло бы намного больше времени. А здесь достаточно просто их наметить и уже всё смотрится куда интереснее. Презентацию игровых моделей я предпочитаю делать в Мормосете. Тут можно выставить свет и постобработку, как в Unity или Unreal Engine. Но здесь быстрее и удобнее. Впрочем, вот так выглядит модель в базовой сцене Unity с одним источником света, ненастроенным рендером и без постобработки. Но если всё настроить, она будет выглядеть точно так же, как и в Мормосете. Вот и всё. Теперь давайте разыграем обещанные призы. Первый победитель сможет выбрать любой из трёх призов, а именно, ася для Unity Playmaker, любой курс с юдами или любой мой курс. Ну что ж, узнаем победителя. Вводим ссылочку. 720 комментариев. Охренеть. Поехали. И побеждает у нас Кольтер 1911. Желание победителя грех не учесть, поэтому постараюсь в ближайшее время сделать видео по этой теме. А тем временем мы поищем второго победителя. Погнали. Всего лишь плюсик, а целый курс за несколько тысяч ты уже выиграл. Красавчик. Что ж, давайте следующий. Требую курс и ваше требование исполнено. А ко всем победителям у меня просьба написать под этим видео комментарий с вашим инстаграмом или вк для связи, чтобы я выслал вам ваши призы. Что ж, победителя выбрано. В течение нескольких дней они получат свои призы, а вас я приглашаю поучаствовать в следующем розыгрыше. Итак, что же разыграем в следующем видео? А разыграю я охренительно полезный асид изи мобайл про. И два других победителя смогут выбрать любой из моих курсов. Все, что вам нужно, быть подписан на новый канал и оставить комментарий под этим самым видео. Но, а также заглядывайте в мой инстаграм, ведь очень и очень скоро я разыграю там графический планшет. Ссылочка на мою инсту в описании под видео. А с вами был Арталаски. Пока.